Друзья, послушайте чуть больше минут этого человека, о чем он говорит. Очень хочется мне сегодня поднять эту тему. Это глубочайшее заблуждение. Послушайте, и я дальше продолжу. Кто будет за меня молиться? Слушайте. Я тут недавно начал задумываться над тем, кто будет молиться за меня, когда я умру. И это ведь реально страшно, потому что, зная свои пороки, страсти, которые люблю внутренне, я точно в рай не попаду с этим. Ничто скверно не входит в Царство Небесное. И единственная надежда — это если кто-то будет молиться за меня. А чтобы за тебя кто-то молился, получается, надо жизнь прожить так, чтобы были такие люди. Самому молиться за усопших, научить детей своих молитвы. И надо уже сегодня, уже сейчас заниматься этим. Не откладывать на завтра, а уже сегодня начинать бороться со своими пороками, страстями, научиться жить правильно по заповедям Божьим. Потому что у нас слишком мало времени осталось. Как вам это мнение вообще? Как вам в целом послание? Мне интересно, насколько человек, вроде как он сидит, у него как бы одеяние христианское, и вот это православное. Но у меня вопрос. Он Библию вообще читает? Он вообще познает Новый Завет? От слова «познать» — это глубина, братья, сестры, родные. Познать — это глубина. Смотрите, какая это интимность. Познала Дамьеву, она родила Каина. Познать. То есть познать Иисуса Христа нужно. Познать Новый Завет, познать Слово Божье, чтобы понять, что же происходит. Я не понимаю. Вот я имаме говорю, я всем своим близким говорю. Когда Иисус меня заберет, не надо за меня молиться. Вспоминайте обо мне, не вопрос. Я молюсь, когда я прихожу в храм, я молюсь. Я молюсь за ребят, за тех, которые сейчас погибают со всех сторон, независимые. Я молюсь за тех, кого я не знаю из моей родословной, которые ушли непокаянные. Да, молюсь. Но тот пример, помните, я приводил, когда девочка, христианка, ей было 22 года, по-моему, на стене, когда меня ее мама пригласила на похороны сказать слово на прощание, я сказал, я так обвернулся, я всех на всех посмотрел, достал Библию и сказал им всем, а вы что плачете-то? Она-то сейчас с Иисусом, она на коленках уже там. Это лежит ее тело, как и каждое тело из нас, когда-то уйдет в землю, черви съедят. Но она сейчас с Ним, я знаю ее веру, я знаю, как она двигалась, как она любила Иисуса Христа, и она сейчас с Ним. И я просто им привел Писание, где Иисус говорит, верьте в Бога и верьте в Меня. В доме Отца моего обители много, а если даже не так, я иду, чтобы приготовить вам место. И я приду и вас заберу. Так вот, она сейчас с Ним, и мы, Христовы, когда Христовы, когда по-настоящему покаялись, и Иисус забрал на кресте все грехи мои и проклятия, и ранами Его и кровью я исцелен. И рожден я, снова рожден, потому что Иисус на третий день пошел к Отцу, и Отец дал Святого Духа. Вся сказка про любовь, какая, кто будет за Меня молиться, о чем Он плачет. Кто будет за Меня молиться? Он хочет жить, считать себя христианином, жить с этим миром, наслаждаться всем безобразием, и говорить, что Он христианин, и в это время бояться, что кто за Него молится будет. Ему уготовлен ад. Вот просто. Ему уже уготовлен ад, если Он не покается по-настоящему. То есть полное заблуждение. В чем суть, драгоценный, кто еще не услышал? Наша цель – небо. Что такое небо? Нужно быть готовым к небу. Нужно прийти к Иисусу. Покаяться, по-настоящему прийти. Я повторяюсь в очередной раз. Вот Он я, Иисус. Вот Он я, весь такой, как есть. Грешник. Ужасный грешник. Но я знаю, что Ты пошел на крест, забрал все мои грехи и проклятия. И проклятия забрал. Все разрушил. И оккультизм, и шаманство. Все Иисус забрал. И кровью Его и ранами мы исцелены. И мы спасены, потому что на третий день Иисус Ты пошел к Отцу. Вот и все. Это нужно сказать слух. Нужно сказать от сердца. Нужно прийти по-настоящему к Нему. И не надо потом плакать. Кто за Меня будет молиться, когда Я умру? Да если Ты не покаялся, хоть замолись потом. Никто Тебя оттуда не заберет. Помните, да? Лазарь и богач. Богач и Лазарь. Богач говорит, скажи Лазарю, пусть обмакнет. То есть богач в аду, а Лазарь с Господом. Пусть обмакнет персты свои и помажет мне хотя бы губы. Он говорит, не может. Уже ни отсюда туда, ни оттуда сюда нельзя. Пусть хотя бы пойдет к братьям, сестрам, скажет. Она говорит, да бесполезно. Хоть сам Моисей сейчас придет к ним, они не поверят. Так у нас сегодня происходит. Меня поражает то, что человек, считающий себя христианином, несет такую несуразицу. Понимаете, о чем речь? О чем он говорит? Это ну просто у меня не укладывается в голове. Как он вообще может служить людям, если он не знает, ничего не знает об Иисусе Христе? Я ставлю вам место одно, которым я часто молюсь. Я часто в молитвах вспоминаю это послание Петра. Как по божественной силе даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через признание, призвавшего нас верою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обетование это то, что нам обещает Библия, и мы на этом стоим. Дабы мы через них удалились от господствующего в мире растления похотью и показали в вере своей рассудительность, в рассудительность и воздержание, в воздержание и терпение, в терпение и благочестие, в благочестие и братолюбии, в братолюбии и любовь. И все это должны умножать для познания Иисуса Христа. Для познания это познание, это берешь Библию и познаешь его Слово, и все, что там написано, состоится в твоей жизни. Будьте благословенны и молюсь за вас, чтобы вы меня поняли. Сегодня понедельник, день поста и молитвы за детей. Мы молимся за детей, молимся за братья и сестры, за то, чтобы Господь сегодня дал мудрости родителям идти каяться, примиряться с Отцом Небесным через Иисуса Христа. И это все пойдет и к нашим детям. А сегодня больно, что происходит вокруг. Будьте благословенны. И я приложу. А, ну зачем? Я вам сейчас уже показал, зачем мне привязывать это видео еще раз. Оно в шорсе сегодня стоит со вчерашнего вечера. С Богом, родные! С Богом! Аминь! Субтитры подогнал «Симон»